Подходит к концу второй день выставки World Food 2022 и возле меня модератор одной из секций сегодняшних, Светлана Селенина. Здравствуйте, Светлана. Расскажите, о чем шла сегодня речь, что беспокоит, что волнует умы рынка? Здравствуйте. Сегодня мы обсуждали эффективные стратегии поставщиков. Уже пятый год подряд наша компания Infoline делает сессии, посвященные именно взаимодействию производителей продуктов питания, напитков с каналами сбыта, с ритейлом, с онлайн ритейлом, теперь уже как тоже таким эффективно развивающимся каналом сбыта продуктов питания. И мы обсудили, как компания реализует стратегии, какие стратегии сейчас более актуальны стали после 24 февраля и в настоящее время взаимодействия с рынком и отраслью. Пятый год я услышал, то есть вы уже достаточно такой у вас серьезный срез есть, как это было и как это стало и как это будет. Какие стратегии реализуются и давайте сравним, я не знаю, последнее время с, может быть, с прошлым годом. Ну, смотрите, у нас всегда главное это выстраивание вертикальных интеграций. Мы видим, что эта стратегия приносит наибольший успех производителям, потому что они защищают от одной из самых важных проблем, как мы выяснили уже не первый год, а с 2018 года. Мы видим, что одна из главных проблем сейчас производителей, поставщиков, это рост себестоимости продуктов. На фоне логистических издержек, роста стоимости сырья. Не только в России, на мировом рынке долгие периоды росла стоимость продуктов всех, да, коммодитис. Поэтому вертикальная интеграция – это стратегия, которая очень часто позволяет компаниям быть более устойчивыми. Если вы посмотрите там рейтинг нашей компании, который мы делаем по производителям российским, вы увидите, что вертикальные интеграции растут как раз, дают большую динамику, растут более интенсивней. И они год к году, да, они более защищены от каких-то таких сильных воздействий извне. Еще одна из стратегий, которую мы разбираем, это, естественно, работа с ассортиментом. Мы уже не первый год говорим о том, что, там, анализируя новинки, выводимые на рынок и российскими компаниями, и зарубежными компаниями, а теперь уже и торговыми сетями в рамках собственных торговых марок, это тренд на ЗОЖ и работа с ассортиментом в принципе, да, несмотря на все потрясения. Вероятно, и ковид сделал свое дело, так как потребитель все-таки озаботился своим здоровьем после всех потрясений, которые, да, там, мы видим последние, там, два и уже теперь почти три года, то продукты ЗОЖ все равно активно взаимодействуют, да, там, компания Черкизова, недавно один из спикеров нашей сессии представила новинку, да, функциональных сосисок, они витаминизированные, ну, мало кто делает такие продукты, да, и вроде бы сосиска витаминизированная, полезная, и это все позволяет потребителю как минимум чувствовать, что он заботится о себе, о своем здоровье, потому что, да, все-таки потребитель, это мы можем долго разговаривать каждый год, но самое главное для всех участников наших сессий, это именно потребитель и забота о нем, и удовлетворение его потребностей. Да, ЗОЖ действительно в тренде, как вы ответили бы на такой вопрос, ну, кажется, что вот он пришел, и он с нами, ну, не буду говорить навсегда, но надолго ли, как вы думаете? Я думаю, что, наверное, уже надолго, потому что в той или иной степени на любой кошелек находятся разные ЗОЖ-продукты. Опять же, если мы посмотрим, что говорит о ЗОЖе ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения, то ЗОЖ это не всегда продукты, там, без глютена или без лактозы, да, это просто правильная система питания, сфера питания, когда там есть мясо, молоко, фрукты, овощи в нужных достаточных пропорциях, поэтому ЗОЖ в той или иной степени, хотя бы в виде российских, не знаю, яблок, всегда будет на столе российского потребителя. То есть, раз уж мы говорим о российских яблоках, ЗОЖ, значит, был с нами всегда в таком виде? Ну, да, отчасти да, но, опять же, квашеная капуста отечественная тоже весьма витаминизированный продукт издревле в нашей стране. Спасибо, Светлана, что погрузили нас в тренд, рассказали нам успехов вам на этой выставке, благодарю. Спасибо. Спасибо.